Мероприемства из нагоды 95-ти годы с дня народжения народного письменника Беларуси, героя социалистичной прации, владельника шматликих медалев и орденов, автора 130 книг Ивана Шамякина прошли в Добровском районе. Началось свято на малой родине нашего знакомитого земляка в Весцы Карма, где ему открыли мемориальную дожку. У делу мероприемств приняли и министр культуры Республики Беларуси Борис Святлов и генеральный директор Национального мастерского музея Беларуси Владимир Прокопцов. Подробностей у Марины Северьяновой. Свято-Покровская церковь у Весцы Карма Добровского района. Миноват из ее наведования распочались мероприемства с нагоды 95-ти годы с дня народжения народного письменника Беларуси Ивана Шамякина. Нездарма у беларусской мови слова «святы» и «свята» мают огульное походжение. Великая литература, до створения, которое имеет отношение Шамякин, как и церковные служения, утримливают одну мету – духовное выхование людей. Епископ Гомельский Жлобинский Стяфан рассказал гостям об створении церкви «Святым Иоанне» и той роли, якую зараз в жизни не только кормянцев, а и паломников из всей Беларуси и близкого замежа, отыгрывая этот Божий пристанок. Тут же керавник райвыконкама Вольга Мохарова передала гостям и дары маэстро Добрыжского краю. Затым побач с церквою на будинку Дома культуры была врачисто открыта мемориальная дошка. А в Добрыжском Доме культуры у гонор памяти Ивана Шамякина пройшел концерт. Урывки документальных фильмов об ауторе «Атлантов» и «Кариатыдов», подробязности биографии, театрализованной импровизации сторонок шамякинских романов и зрозумела шмак добрых слов от людей, которые ведали Ивана Петровича особиста. Кожный письменник, он непауторный по-своему, и кожный, он безумовно несет в себе первую чергу. Вот эти вспомины, эти, кали так сказать, светопогляд, тых местин, где он народился, жил и сформировался. Это бывает лет до 20, может, трохи больше, но это застается на всю жизнь. И то, что припало для его как раз на Добрыжскую землю, это как раз его ставление как гражданина, как человека, это, конечно, и он пронес под всю свою творчество. 2016-й объявленный в Беларуси Годом культуры и свято-промеркованная до годовины с дня народжения Ивана Шамякина стала одной из отметных культурных подеев. Бо объеднало не только часы, а и людей. Нагадало, что одинство коронев, светопоглядов, литературные спадшины – наша сила и опора. 2016-й год, объявленный президентом нашей страны Годом культуры для Гомельской области, начался замечательным, очень значимым событием. Мы хотим, чтобы наша земля действительно оставалась знаковой для всех поколений. И самое замечательное, когда живет человек, и он жив до тех пор, пока жива о нем память. Таким человеком для нашей земли является Иван Шамякин. Кировничество Национального мастерского музея подрихтовало для Добрушан свой подарунок – выставу работ белорусских мастаков на их краевиды белорусской земли, родные кутки и мястины, до которых так приемно звертаться думками, находят в этих воспоминаниях сутяшение и тепленью. Из нагоды водокультуры, из нагоды юбилея Петровича Шамякина, ну и в угле, как земляк, я каждый год дарю свои творы, творы своих коллег, своих мастаков. Тут так само в моей персональной картинной галереи были представлены ведущие мастаки нашей Белоруссии, как бы они так само могли дотикнуться до тех шедевров, тех творов наших ведомых мастаков. Ну и, конечно, как бы на них мы смогли выховывать и молодое поколение. Поэтому я вельми счастлив, что сегодня я находлюсь тут, среди своих земляков. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, Тель-Родо, компания «Гомель».